на ремонте вот такой пылесос aqua weld 1600 ватт с поломкой. загораются лампочки. переключаются режимы. больше меньше. но не работает насос. просто тихо переключаются. проблема или в щетках или в контакте электрическом. потому что если его стукнуть сильно то он там где-то начинает электродвигатель работать. но очень громко. поэтому значит проблема или в подшипниках или в том что много мусора на насосе электродвигателя. значит как он разбирается? все непросто. ну конечно нужно убрать все емкости которые есть. это тоже. нужно открутить три винта здесь. и тогда вот это снимается штука. что еще нужно снять вот эти крышки. открываются они когда вы вот эту защелку сюда отодвигаете. и тогда они открываются. но этого недостаточно. не просто открыть. а нужно их именно снять. снимаются они вот здесь петли плотно сюда заходят. и нужно отверткой подавать потихонечку. и выталкивать одну сторону, вторую, третью, четвертую. и вынимается. почему? потому что есть два болта которые нужно открутить. и вот эта крышка. вот здесь один болт и второй болт. и она находится под вот этой именно защелкой. с этой стороны под защелкой ее нужно снять. откручиваем винтик. и эта защелка вынимается. она вот здесь вот еще фиксатор. если вы потянете и нажмете здесь на фиксатор, то подается. снимаем с фиксатор. и там под вот этой защелкой два винта. такие же как и с этой стороны. но здесь эту защелку на этой стороне. эту защелку можно не откручивать. а их видно. вот она защелка тоже ходит туда-сюда. и смотрите. вот там винт. вот тут специально попадает. и если закрыть. смотрите. вот в таком состоянии не видно винт. а вот в таком вот здесь эту дырочку можно открутить этот винт. и все. следующим этапом нужно снять вот эту накладку для того чтобы отсоединить провода. вот эти провода так просто не отсоединишь. один можно. один можно отсоединить. остальные там где-то дальше идут. и поэтому нужно отсоединить защелки. смотрите. вот эта защелка. их тут три. значит одна. вторая. тут одна. вторая. и вот третья. такая защелка. ее нужно толкнуть. сейчас я покажу. я уже две там отсоединим. третья. сейчас толкну. и она выскочит. очень кстати. пытаюсь одной рукой снимать другой толкать. поэтому простите. не очень. не очень. не очень. не очень. подержи. не могу. не могу. вот так вот. и все. она выскочила. и теперь она снимается отсюда. снимается. соответственно мы вытаскиваем теперь провода. и можем отсоединить шланг. вот отсюда. и провода. провода нужно запомнить. смотрите. двойные провода. синий. черный. коричневый. синий. черный. коричневый. и одинамные провода. синий. коричневый. специально снимаю. чтобы потом самому не забыть видео. посмотрю. и здесь синий, черный, коричневый. снимаем и теперь уже провода не будут мешать и эта голова полностью снимается. если провода не будут мешать. отсадим 2 провода и теперь кажется что полностью можно отсоединить верх. единственное что еще держит шланг. но она нам не будет мешать. но мы ее можем если хомутик снять, то можно и шлангу отсоединить. у нас есть доступ к электродвигателю. в общем то суть задачи именно было получить доступ к электродвигателю. теперь откручиваем вот эти винты. раз два три четыре. поднимаем этот кожух и у нас будет полный доступ к электродвигателю. единственное что нужно разобраться еще с вот этими проводами. как-то их так отсоединить, чтобы они не мешали. здесь мы можем просто снять. а здесь нужно их не перепутать и как-то вытащить так, чтобы провода не снимать. если это возможно. так чтобы провода остались. потому что больно сильно можно перепутать провода. сейчас буду смотреть. но вот этот шланг все равно нужно снимать. он не мешает. сейчас паскопцами зажму. зажму сниму и отсоединю. итак я отсоединил. открутил четыре винта. и единственное что обратите внимание что для того чтобы нормально сидела катушка. она вот здесь должна попадать. и вот здесь тоже попадать в пас должна. и вместе с переключателями я постараюсь их не снимать. а просто вот так в сторону. ну конечно он тут в нехорошем состоянии. подшипник уже терепается. электродвигатель тут такой себе какой-то весь ржавый. вода на него попадала. мусор забитые полностью каналы. поэтому получится ли отремонтировать я не знаю. тут все в общем-то печально. я бы так сказал. крутится плотно. и подшипник вот этот вообще уже такое перемещение есть радиальное. причем биение конкретное. и еще тут вроде бы неплохо. но вот здесь отсоединяем два провода и он вытаскивается. в принципе можете не запомнить. здесь 228 вольт без разницы. право-лево. лево-право. отсоединяем и смотрим на электродвигатель. хочу показать что на самом деле очень хорошо разбирается. я хотел сначала вот эту железную часть снять. обычно так разбирается. все конечно забито. не знаю как его будут чистить. забито и вход. вот этот вход. вот тут еще кое-как. но некоторые выходы полностью забиты. видно что с водой сюда попадала. поэтому есть определенные трудности. но разбирается как. вот просто обычно железная часть снимается и до крыльчатки нужно добраться. а здесь просто вот немножко стук-стук стук 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 и вынимается. опа. отсюда выпала дополнительная крыльчатка охлаждения электродвигателя. и грамотно сделано получается что сам электродвигатель не связан с движением мусора. потому что обычно сквозняком воздухом вместе от пылесоса прямо через электродвигатель проходит. здесь все отвязано отдельно. значит вот здесь щетки. щетки еще в хорошем состоянии. я думаю проблема в щетках. если не в щетках значит есть еще проблема. скорее всего будет в кабеле. потому что когда стукаешь он начинает запускаться. видно есть где-то плохой контакт. но суть в другом. что нам нужно сейчас еще добраться до... теперь открутить вот эту гайку. я не знаю возможно или невозможно для того чтобы добраться до вот этого подшипника. у нас именно этот подшипник передний телепается. этот но есть небольшой люфт такой и небольшой шелест. но он еще в хорошем состоянии. мы менять его будем. щетки нормальные и поэтому электродвигатель нормальный. тут потом сопоставить его несложно. что необходимо сделать. теперь пытаться держать вот это и здесь ключиком наверное на 8 или на 7 торцевым пытаться открутить гайку крыльчатки для того чтобы... ну сначала мы снимем пружинки вот эти. вот так. пружинки. и вытащим щетки. щетки. теоретически в хорошем состоянии. что-то я не вижу чтобы они... как мне показалось она зависла. щетка и не выезжает дальше. и тут еще запас большой. со щетками все в порядке. пружинка их толкает. ну вот теперь нужно снять подшипник. а для этого нужно открутить эту гайку. и так тут видео будет закончено. почему? потому что выяснилось что в данный электродвигатель вот можно так разобрать поменять щетки поменять задний подшипник. передний подшипник поменять невозможно. гайка не откручивается. она натянута и завальцована. все. то есть только электродвигатель если загудел по причине подшипника вот этого переднего. только замена всего насоса. это не дешево. и клиент сказал что ремонтировать дальше нет смысла финансово. поэтому ну если вы это делаете сами то можно купить в продаже есть. не дешево но есть. поменять электродвигатель и гудеть не будет. если он гудит из-за вот этого переднего подшипника. если из-за заднего подшипник меняется и все. ну вот такой наполовину ремонт. но однако вы имеете представление что делать как разбирать. ну а собирать в обратной последовательности. поэтому видео заканчивается. всего доброго. до следующих ремонтов увидимся на канале.